Общественный информационный проект «Разговор о главном» прошел в формате открытого разговора, где каждый мог задать свой вопрос городской власти или высказать свое мнение. Студенты активно участвовали в обсуждении различных вопросов, касающихся инфраструктуры, развития спорта и культуры, а также социальной сферы. Мы продолжаем начатую нами тему «Разговор о главном». И сегодня хотелось бы в преддверии, так скажем, старта электоральной кампании, в первую очередь рассказать о том положении дел, которое сегодня происходит в городе, какие моменты сегодня мы себе видим, где надо дорабатывать и строить планы на будущее, потому что без этого невозможно развиваться. Ну и поговорить, так скажем, с ребятами, понимать те вопросы и проблемы, которые сегодня у них возникают, потому что за ними будущее, и они сегодня из большинства будут участвовать в выборах впервые. Поэтому хотелось бы, конечно, акцентировать определенные моменты соцэкономразвития и в целом, наверное, попытаться услышать друг друга по той проблематике, еще раз повторюсь, которая сегодня имеется. Важным аспектом диалога стала предстоящая электоральная кампания. Спикеры проекта рассказали молодым людям об изменениях и нововведениях в законодательстве применительно к предстоящим избирательным кампаниям. Ведь для многих студентов выборы, которые пройдут в следующем году, первые, в которых они смогут проголосовать, так как они только недавно достигли совершеннолетия. На сегодняшний момент следует понимать, что в Республике Беларусь четко обозначена программа развития избирательной системы. И по существу можно сказать, что в ближайшее время избирательный процесс уже будет запущен. Четко определены планы развития этого процесса в Республике Беларусь. И, безусловно, особый акцент в том числе необходимо делать в отношении молодого поколения. Мы стоим у истоков, как говорится, формирования политико-правовой культуры. И обращение к студентам с точки зрения формирования такого знакового качества любого гражданина Республики Беларусь очень важно в современном этапе. И мы говорим о том, что на сегодняшнем этапе хотелось бы услышать определенные вопросы со стороны, конечно, слушателей, со стороны студенчества. И в то же время поделиться ключевыми изменениями, как принято говорить, новеллами в рамках избирательного кодекса Республики Беларусь, спецификой организации избирательного процесса в рамках единого дня голосования 25 февраля 2023 года. И, конечно же, вот этот опыт передать новому поколению. Также диалог затронул вопросы жилищного строительства, поддержки молодых талантов, улучшения работы общественного транспорта и создания современных культурных площадок. Хочу отметить, что сегодня действительно состоялся разговор о главном. Настоящий разговор, диалог между аудиторией и спикерами поднимались основные проблемы социального, экономического характера нашего города, Брест, а также проблемы диалоги, воспитания населения, молодежи в целом по стране. Работа с молодежью, которая проводится администрацией нашего города, велась, ведется и должна проводиться, поскольку она является довольно-таки значимой в формировании, в первую очередь, правильного менталитета у молодежи и в целом правильного поколения. Поднимались довольно важные, значимые, общественно значимые вопросы. В частности, это был и экологический вопрос, поскольку Сергей Николаевич очень правильно заметил, что необходимо относиться к городу, в котором живешь, точно так же, как и относиться к дому, в котором ты также находишься. Очень важна эта самосознательность формировать в молодежи, поскольку именно им позже и перейдет в руки этот самый город. Все то, что мы сейчас можем наблюдать, они позже и унаследуют. Поэтому необходимо уже так или иначе формировать это на самом как раз-таки начальном этапе. Подобные встречи с молодежью – важный шаг в укреплении доверия и сотрудничества между городским руководством и студенчеством. Василина Буцкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok